Продолжение следует... Каждый раз, как к ним приходил приказ Аллаха, они начинали оправдываться. Когда же они увидели знамение, которое наступило, то убедились, что этот приказ действительно исходит от Аллаха. Затем этот царь, Талют, встал и повел свою армию. Какую армию? Исламскую. И для чего? Для джихата на пути Аллаха. Все бану и сраиль выступили против врагов Аллаха и отправились к обетованной земле. Мужчины вышли, чтобы сражаться на пути Аллаха. С ними были вооруженные люди, храбрецы, герои и пророк Аллаха Шмуэль. Аллах внушил ему, что надо выходить на сражение и вернуть себе обетованную и святую землю. Армия под предводительством Талюта продолжала свой путь. В этой армии был юноша, молодой человек, его звали Дауд. В один из дней этот юноша станет пророком Аллаха. В тот момент он не был пророком. Он был молодым юношей, который сражался на пути Аллаха вместе с остальной армией, с верующей армией единобожников, которая вернется на святую землю и завоюет Бет-эль-Макдис во второй раз. Армия шла для того, чтобы сражаться на пути Аллаха, осправляясь над джихадом. Они подошли к реке Иордан. Начиналось первое испытание верующей армии Талюта до того, как они встретились с врагами Аллаха. Армия под предводительством Талюта отправилась, чтобы сражаться на пути Аллаха. Говорили, что в ней было 80 тысяч человек. Среди них был юноша по имени Дауд. Впоследствии он станет пророком. Армия шла, и по дороге они увидели реку. Говорили, что это была река Иордан. Они остановились у этой реки, 80 тысяч человек. Талют сказал им, «Сейчас Аллах испытает вас, всю армию, десятки тысяч человек Аллах испытает». Его спросили, что это за испытание. Он ответил, «Это река». Люди хотели пить. Талют продолжал, «Вам запрещено пить из этой реки, за исключением одного глотка, в течение всего дня». Валерий Кага, януву. Люди хотели пить. Талют был… Южно, когда он был в делах, Одноплиграшная воды за весь день Потому что они должны идти на джигадном пути Аллаха Их ждет сражение на пути Аллаха Тот, кто не может поститься, не пить воду один день Не сможет и сражаться на пути Аллаха Не сможет сражаться с врагами Аллаха Сражение – дело сложное Аллах хотел очистить ряды армии Отделить благих людей от скверных Человек с твердой верой Тот, кто останется со мной на джигаде, на пути Аллаха Как свидетельствует история Все 80 тысяч напились из этой реки И провалили испытания, за исключением 4 тысяч 4 тысячи из 80 тысяч 76 тысяч выпили и не обратили внимания на запрет Аллаха Все они не сдали экзамен А они еще хотели сражаться на пути Аллаха Вначале эти люди были избраны для сражения Но после этого испытания Из 80 тысяч осталась лишь немногочисленная группа Так и бывает с теми, кто крепко придерживается религии Аллаха И его приказов Таких людей всегда немного Большая часть людей не уверует Даже если ты страстно будешь желать этого 4 тысячи продолжили путь с Талютом Они должны были встретиться с большой армией Они увидели войско Джалюта Большое войско Что они сказали? Большая их часть сдалась и отступила Осталось совсем мало человек Что сказали они? Они подняли свои руки к небу и сказали Этот малочисленный отряд показался перед огромным войском кафиров Чтобы начать сражение на пути Аллаха Два войска встретились Верующие войско и войско кафиров Верующая войско была под руководством Талюта А кафирская под руководством Джалюта Войска сошлись И одним из забытьевых сражений в то время было то Что до основного сражения проводился поединок Поединок между человеком из одной армии И человеком из другой армии Что касается огромной армии неверных Которая была несравнима больше маленькой армии верующих То из нее вышел человек Предводитель этой армии По имени Джалют Он вышел на поединок с тем Кто захочет сразиться с ним Он обратился к людям со словами Кто выйдет со мной на поединок? Кто будет сражаться со мной? Он был сильным человеком С огромным телом Высокий Тяжело вооруженный И одетый в кольчугу Верующие отступили Кто пойдет на поединок с этим человеком Стал самый смелый из них Это был молодой юноша по имени Дауд Он сказал Я буду сражаться с тобой Джалют сказал Нет ли кого-нибудь другого Кто бы сразился со мной? Нет никого постарше тебя? Дайте мне другого человека Дауд Али Иссалям сказал Нет, я буду сражаться с тобой О враг Аллаха И действительно Поединок начался Верующие обращались к Аллаху А кафирам помогал шайтан И какая же большая разница была между этими двумя положениями Поединок начался Бой между ними был жестоким Дауд Али Иссалям держал в своей руке прощу Он обернул ее один или два раза Несколько раз Пока не кинул камень в голову кафира Джалют упал замертво Армия верующих радовалась и славила Аллаха Их было мало Но вера заполнила из сердца Их было мало Но Аллах избрал их Они славили Аллаха И поднялись все Как один против людей кафира Кафиры же Когда их предводитель проиграл И был убит перед ними Задрожали и отступили Армия верующих Набросилась на неверных Убили одних Ранили других Взяли френ третьих Армия неверных отступала А верующие все нападали на нее После того как сражение закончилось И верующие люди зашли в Бэт-Уль-Макдис После того как победили Бану и Сраиль сильно полюбили Дауда Алейиссалям За его победу Они сделали его своим правителем Аллах даровал ему мудрость и пророчество И он стал пророком среди Бану Исраиль Какова история Дауда Алейиссалям Какие чудеса даровал ему Аллах Какой голос был дарован Дауду Алейиссалям Каким было его поклонение Которому подражал наш пророк Какова история Дауда Алейиссалям Что Аллах сообщил нам об этом великом пророке Мудром царе Все это мы со изволения Всевышнего Аллаха Узнаем в следующей серии Историей о пророках Стеудعكم Аллах Васселаму Алейкум Варахмату Аллахи Вабаракатуху История о пророках